привет сегодня у нас на обзоре моя любимая вещь называется на дремле его характеристики 130 ватт напряжение 220-240 вольт скорость без нагрузки 10000 из 37000 оборотов в минуту он довольно мощный 130 ватт позволяет работать со многими аксессуарами у него есть 5 шагов скорости ну что соответствует примерно 37000 оборотов на 5 и 10000 на 1 то есть принципе шаг нормальный применять его можно во многих принципе направлениях штука очень нужная я постоянно пользуюсь мощность у него позволяет то есть если вам что-то нужно просверлить или отшлифовать он будет незаменимый потому что шуруповертом это делать неудобно там скорость не такая здесь обороты 37000 то есть очень даже неплохо все получается и так на первой скорости у нас работа отличается вот так вот дальше пол заставить и соответственно и на 5 скорости даже неплохие обороты какой комплект значит я купил это вот эти вот фрезы комплект фрез очень хорошие качественные фрезы крепкие я ими сверлил и пилил и железо и сталь ну не говоря уже о деревья алюминий выглядит они вот так вот вблизи это то есть закаленная фреза по металлу именно берет сталь более тонкими можно что-то расширитесь к это маленькая дырочка будет ее можно расширить развальцевать до большой дыры принципе даже в крепком металле но это напоминает зубную фрезу для большого большого зубика вот это удобно и удобно и вот обрабатывать края вот этими фрезами удобно обдирать всякие заусенцы к примеру если острый краев железо не удобно будет подровнять открыть чтобы убрать все заусенцы очень хороший недорогой наборчик мне нравится я его уже неоднократно использовал допустим вот эту фрезу я использовал постоянно пилил алюминий здесь даже намека на износ какого-то нету эти вблизи показываю здесь наверное килограмма два алюминия точно распилена этой фрезой и этой часто тоже пользовался здесь тоже все грани острые сохранилась хорошо хотя использовала ее очень долго где-то на протяжении года полтора я постоянно пользовался но я сверлил алюминий поэтому здесь никаких следов износа на ней не видно рекомендую такой набор ссылочка потом ниже выложу где его купить очень хорошие качественные фрезы если кто-то думает что быстро затупятся нет это не так я их проверил очень крепкие пилят все что хочешь можно даже пилить ими зубы это будет очень больно железо алюминий и подобные крепкие вещи берем значит допустим вот такую фрезу примеру для кромок вставляем дремль с ним идет специальный ключик чтобы зажать надо вставить потом немного прокрутить здесь есть замок такой замок нажимаем и тогда здесь уже у нас он другая конечно верится можно и ключом затянуть затянули фрезу пример вот здесь у меня алюминиевый брусок с острым краем он можно легко и просто подровнять обработали край быстро и не нужденно значит это убираем берем вставляем сюда сверло закручиваем теперь здесь получилось мини дрель так так чтобы вам видно было попробуем это делать вот допустим у нас есть две дырочки дальше примеру нам надо их обработать вот под шурупчик берем фрезу вот это вот и теперь мы можем раз фрезеровать в общем вот эти вот две дырочки если нам надо больше берем меняем из из набора на вот такую такую затягиваем и тоже так же то есть у нас получилось две таких красивых симпатичных дырочки шурупы или винтики заподлицо утопить любой поверхности ну в данном случае алюминиевый если хотите сделать это еще ровнее подровнять есть еще шлифовочные битры затягиваем и дошлифовываем жили значит две дырочки аккуратных получилось неплохо то есть можно брать шурупчик он заподлицо сюда войдет можно по размеру шурупчика подогнать любым камнем или любой фрезой любой размер ну также соответственно можно и этим камнем этой битой убрать острый край мирового алюминиевого блока если у кого-то острые ногти можно их подровнять значит я тут немножко прибрался набор одинаковых бит они нужны для мягкой шлифовки чего-либо то есть они сделаны из очень твердой резины эти биты применяется уже для полировки у нее сразу появился конус износные на этой бите ну наверное да самое то полировать ногти или какие-то мягкие вещи и можно запросто в общем это мягкие биты их мы снимаем они скорее подойдут для маникюра для женщин обратно их пакет отдам жене выпилить ногти хочу сюда мы все насовываем коробочка удобная то есть можно хранить здесь фрезы довольно долгое время она не ломается думаю удобно я и пользуюсь уже давно мне нравится значит берем вот такую фрезу полуконус острый полуконус вставляем зажимаем ей очень удобно обрабатывать внутренние поверхности так то есть обрабатывать кромки и очень удобно и быстро толщина материала может быть в принципе любой выбираем также будем обрабатывать кромки под сварку вот этой трубки все в принципе вот это вот штука готова к сварке выглядит хорошо и можно эту запчасть допустим заварить эту фрезу мы снимаем коробочку закрываем все наборчик очень удобный следующий набор это у нас микрофрезы тоже очень интересная вещь открываем небольшое такое напыление на этой на всех можете глянуть очень мелкое напыление для полировки и небольшого фрезерования так вставляем пробуем что они у нас могут отполировать пробуем полировать алюминий берем трубочку полирует что у нас с износом износа нету то есть все все пиксели на месте ну небольшой тест еще проведем на алюминиевом бруске ну я если честно прямо почувствовал как фреза туда углубляется лучше чем ожидал я думал они для ногтей или какого-то маникюра грызут алюминий нехило грызут и ничего с них не отлетает и стоит в принципе недорого не очень даже неплохо продолжим зашлифуем кромку кромка тоже видите сошлифовалась под 45 с фрезой порядок но проведем совсем убойный тест это фрезу снимаем и возьмем фрезу наверно потоньше такую ставим сюда на место как видите вот она была у нас фреза вот это мы ее точили об алюминиевым брусок по сравнению с этой никаких заметных изменений особо нету но может быть здесь след от алюминия остался а чисто по фактуре по толщине они одинаковые пока что они мне нравятся и даже превзошли мои ожидания я думал это ненадолго оказывается держит сейчас посмотрим что у нас портится быстрее алюминиевый профиль или тонкая фреза на максимальные обороты включаем дремель поехали брусок нагрелся фреза тоже с дремелем все в порядке брусок уже довольно таки горячий ну то есть у нас вот это вот микрофреза которая как я думал для ногтей она у нас пропилила пазу в бруске в алюминиевом причем алюминий этот профильный он довольно твердый то есть это не тот мягкий алюминий который распространен вот эти трубки они из мягкого алюминия а этот твердый профильный алюминий он крепкий и вот это микрофреза пропилила его но она замаралась алюминием ну я бы не сказал что она износилась удивительно соответственно эту пропилит он еще проще не могу держать нагревается сильно но в общем увидите пилит алюминий только в путь то есть если взять потолще фрезу сейчас возьмем будет пилить еще лучше видно да что вот этот маникюрный набор каким-то напылением горячий твердосплавным он пилит алюминий очень хорошо ну и соответственно не только алюминий будет и дерево и пластик пилить ну на примере алюминиевого вот этого бруска крепкого вы уже наверное поняли что вот эти вот фрезы очень хорошая штука хотя выглядят они не впечатляюще прямо скажем но меня они удивили и порадовали я уже думаю что вот не зря их купил пригодятся для многих дел если что-то подшлифовать подпилить такое небольшое можно запросто ну как говорится рекомендую снимаем фрезу даже не знаю сейчас отдавать их жене или нет я взял вообще-то для нее чтобы пилить ногти вот мы пилили брусок остался алюминий на фрезе от бруска но сама она как видите видно не видно но из носа ну вот покрылась видите маленькой алюминием но сама фреза не износилась а брусок то есть она осталась целой и напыление никуда не делось вложим в коробочку неплохие фрезы превзошли мои ожидания однако ссылочку ниже и в описании на них тоже выложу в общем мне стало самому интересно на что они способны сейчас мы это испытаем и сначала мы попробуем хром ванаги то есть это сплав никеля железа и хрома насколько я подозреваю не знаю насколько у него твердость можете посмотреть таблицы но по сути короче говоря это стальной практически ключ довольно крепкий то он закален для того чтобы у него не расходились грани при откручивании гаек а усилия там довольно большие пробуем видно да он видно вот он берет спокойно грань фреза после этого абсолютно целая на ней не видно никакого износа ну то есть чтобы было понятно вот допустим острая грань да выключать если вы скажете что здесь не закаленного спилил причем усилия не прилагал никаких фреза папиш целая очень хорошие фрезы рекомендую пробуем молоток насколько он закаленный я не знаю но молоток он и в Африке будет если он там есть пилит портить молоток до конца я не буду видно что пилит запросто молоток кстати покрепче чем ключ оказался есть у меня головка но я думаю что она точно тверже и крепче чем ключ и молоток марки форс то есть это импортная головочка пробуем пилит пилит видно да пилит головку запросто головку износ по прежнему отсутствует сейчас поищу что-нибудь потверже самое твердое что я нашел это вот насадки и отвертка отвертка не знаю какой марки но пользуюсь уже давно накрутила куча шурупов она у меня пробуем ее фантастика пропилил паз в отвертке что у нас фрезой износа нет это довольно крепкие штуки тоже закаленные чтобы не срывались дальше все понятно видите пилит довольно твердые металлы износа нет я думал будет все гораздо печальнее но оказывается прогресс не стоит на месте в том же Китае смотрите как хорошо они закалили фрезу что она пилит даже вот эти всякие переходники и головки ну что очень даже порадовал полтора года ими пользуюсь но теперь даже несколько по новому начал смотреть на них отличная вещь рекомендую ну и ссылочку на эти фрезы дам ниже под видео я все-таки нашел самую твердую вещь крепче этого подшипника который у меня на ступице Форестера стоял на задних ну все понимаете что он закаленный и крепче него я не знаю что еще может быть все вопросы есть думаю что вопросов больше нет без комментариев пропилил паз в подшипнике причем особо даже не нажимаю ну и понятно что он может затачивать ножи не этой фрезой ну например поменяющейся ну вам отлично видно было точит запросто оставляет новую полосу снимает металл с ножа причем нож этот хорошего качества закаленный фирменный он его запросто обрабатывает ну в общем сказать что я удивлен как бы ничего сказать я удивлен я им пользуюсь уже полтора года но не знал что он такой может вернее что могут вот эти фрезы я им сверлил алюминий трубки под сварку и так далее но не думал что они могут сверлить такие твердые вещи и фрезеровать причем из носа на нем так и не появилось даже от подшипнику ну дела и еще значит если вы скажете что неудобно тяжеловато держать в руке ну в какой-то степени да хотя для мужской руки в принципе нормально у меня рука нисколько не устала я бы еще пять раз постолька же запросто им пропользовался ну и в период работы тоже когда им что-то делаешь я не чувствую что у меня рука устает но есть значит такая штука это удлинитель сейчас мы его подсоединим здесь откручиваем шайбу отпускаем гаечку хендровочную здесь есть гибкий вал вот он такой вал здесь он под квадрат запрессован так на самом деле он выглядит вот так там соответственно он ходит и крутится мы его значит маленько вытягиваем вставляем сюда который уже рутенький мы можем дремя включить уже работать уже работать удобно вот этой штучкой или пылить кнопки чтобы здесь поменять сверло нужно здесь законтрить вставляем здесь есть дырочка специальная вставляем сюда и дальше уже откручиваем вот эту вот шайбу кайку контровочную и меняем сверло или здесь бита стоит в данном случае думаю что для ногтей этот удлинитель он не нужен я взял для жены чтобы ей было удобно делать маникюр или накладные ногти потому что я видел как она пилкой мучиться долго их пиливает я думаю на тебе удлинитель ссылочку на этот удлинитель переходник я также выложу внизу под видео на этом все кому понравилось видео ставим лайки кому не понравилось не ставим подписываемся на канал все ссылочки где я это покупал выкладываю ниже под видео заходите покупайте всего хорошего до свидания друзья я рада мои этот я так это я что что я это Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...